Всем йоу-чуваки, с вами я, PandaFX, рад приветствовать вас на своем канале. И первое, с чего хотелось бы начать, это со слов благодарности вам о том, как круто вы поддерживаете мои последние видосики. Благодарю всех за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши просмотры, статуя у вас на экранах, она очень крутая. Я честно боялся, что я приеду из Германии, и этот контент будет не особо интересен, а он набирает лайки, просмотры, и это очень круто. Спасибо вам за это. Чётко. Вообще, по-хорошему, сегодня должен был быть другой видосик, это паки в реальной жизни, что-то похожее снимал Серёга в прошлом году. В общем, мы купили огромную коробку за 150 евро и распаковывали, показывали разные штучки-дрючки, но там такая ужасная картинка была, фокус пропал в какой-то момент и снимал полную дрясню, поэтому этот видос я решил не выкладывать. Вот таким вот образом я проебал деньги впустую, но покажу вам самый крутой дроп, который упал в этой коробке. В общем, я чекнул в интернете, эта машинка стоит около 5-6 тысяч. Я, как вы знаете, я коллекционирую тачки, вот там в углу вы можете их увидеть, так что я думаю, эта машинка круто зайдёт в мою коллекцию. Но, в целом, обидно то, что я проебал такой крутой, как мне кажется, видосик. Будет карьера за игрока. Да-да, я решил заделать прекрасный режим и рассказать вам пару слов, но я решил не делать это в режиме лайф-реакции, то есть я не буду сидеть и напрямую комментировать, а придумал такую мини-сюжетку. При входе вас встречает плашка выбрать реального игрока или же какого-то бича нонейма. Я хочу стать бичом нонеймом. Далее нам предлагают выбрать болванчика. Я выберу того, кто, ну, плюс-минус похож на меня. Ну, смотрите, две капли воды, не так ли? Моего супергероя буду звать Щелковский Пундас. И цель у этого супергероя будет только одна. Уничтожить Криштиану Роналду. И я только ради этого перехожу в пельмена манчо, пельмена канчо. Я даже не знаю, как правильно произносится этот бичовский клуб, в котором играет Криштиану Роналду. Разочарование ждало уже меня с самого начала. FIFA 20 кастомизация намного примитивнее и проще, нежели FIFA 19. Чтобы вы понимали, теперь все строится исключительно на шаблонах. Определенный выбор лиц, определенный выбор глаз, носов, ушей и прочих частей тела. Если раньше вы могли создать примерно похожие на себя персонажа. Или же создать какого-нибудь ублюдка с абсолютно непропорциональным еблом по типу Бинтеки и Барбовича. Вот, отличная прическа, мне кажется, прям вообще великолепная. Ставьте лайк, если помните этого персонажа. И меня реально пригорело, когда я зашел и увидел то, что все теперь строится исключительно на шаблонах. Возможно, я что-то там нажал, возможно, я что-то не понял, возможно, в полной версии будет по-другому, во что я не очень верю. В целом, я не особо играю в этот режим, поэтому этот момент меня не сильно волнует, поэтому едем дальше. Все-таки главная цель этого видеоролика выгнать Криштиану Роналду из основы и показать, кто здесь батя. Первый матч у нас стартовал с Тоттенхэмом и, в принципе, что сказать про этот матч, мы проиграли 1-0, поэтому едем дальше. В следующем матче нас встречала Барселона, серьезный титулованный соперник, против которого я должен был показать все свое мастерство. Десятая минута. Мяч у Криштиану Роналду. И что вы думаете сделает этот великий игрок? Конечно же, даст отвратительный пас. Браво! На 16-й минуте у меня был неплохой момент забить гол, но мяч полетел чуть выше, и там, кстати, еще штрафной нам назначили. Криштиану Роналду, конечно, ни с кем не посовещался и эгоистичным образом решил пульнуть по воротам. Ну и перекладина. Это разве гол? Не гол, конечно. Гола нет, поэтому этот момент нельзя считать опасным. На 31-й минуте я решил пробить слету, и, ну, блин, великий тоже ошибается, ребята. Барселона довольно-таки неплохо катал, у них там всякие перепасочки, вот эти тики-таки были, но в целом до 100% момента они не доводили. 67-я минута. Мяч опять у меня. Я делаю великолепный финт и тоже играю эгоистичным образом. Ну, почему бы нет? Если Криштиану играет как эгоист, кстати, вы могли заметить, что у меня внешность немножко поменялась, но ничего страшного. Я игрок хамелеонского типа. Я меняю свою внешность каждый матч. 74-я минута. Вот я прям обязан был тут забивать. Вы посмотрите. Я херачу перекладиной. Криштиану Роналду вроде как бьет, получается, пас и штанга. Манджукич такой, ха-ха, здорово, бедрилы. И забивает в пустые ворота. Вот так вот получается, да, с Криштианом Роналду мы такие, типа, боремся, соревнуемся, там, пытаемся показать друг другу, кто из нас круче. И тут Манджукич всирается и забивает гол. На 89-й минуте тренер как бы намекает, где твое место, Криштиан Роналду, и просто убирает его на лавочку. И вместо него выходит Диего Коста. Ой, простите, Шевченко. Ой, простите, Дуглас Коста. Такая же актуальная шутка. Прям пиздец. Оббасаться можно. Ставьте лайк, если вы обоссались от смеха. Ну и, в общем-то, заканчивается матч. 90-ая минута. Пока что моя миссия по уничтожению Криштиану Роналду крашнулась. Поэтому нам обязательно нужен был еще один матч. Но перед этим я, естественно, сходил к пластическому хирургу, немножко подкорректировал свою внешность. И получился вот такой вот красавчик. В третьем матче мы играли против Ливерпуля. И вы знаете что? Пундас в основе. А Криштиану нет. Вот таким вот образом, ребята, я просто взял и морально уничтожил Криштиану Роналду, что он даже не захотел выходить со мной вместе в основном составе. До 36-й минуты, в принципе, ничего не происходило. Только вот Фермина решил пробить вот таким вот неплохим ударом. Но мой белокипер оказался на месте. И вот, ребята, тот самый момент. 40-ая минута. Сольный проход в лучшем стиле Лионеля Месси. Просто никого не почувствовал. Все спотыкаются. Все падают. Все вахили. Я в дальний угол херачу и забиваю гол. Плюс один финишинг. И естественно, естественно, нужно станцевать и показать Криштиану Роналду, где его место. Да-да, вон там, вон лавочка. На 49-й минуте я решил проверить свои дальние удары. И опять же, великие ошибаются. Поэтому, как бы, ничего страшного. Дедуля, бля, не выпендривайся. Все будет окей. На 53-й минуте произошел забавный момент. Забивает какой-то бич-но-нейм в ближний угол. И тренер такой, ну, ладно, выйди, поиграй Криштиану Роналду. Но, типа, уже как бы все ясно, 2-0 и Криштиану Роналду выходит на 54-й минуте. Ну и дальше все. Завелась машина. Я увидел Криштиану Роналду на поле и решил продемонстрировать, что я не только умею забивать, так же давать великолепные ассисты. Вы понимаете, в этот момент Криштиану Роналду я даже не видел на поле. Он просто стоял и наслаждался тем, что я делал. Вы посмотрите, он даже убегать стал с поля, когда увидел то, что я забил очередной гол. Он реально просто убежал в другую сторону. Э-э-э, ты что делаешь, еб-то? Ну и, в общем-то, так и заканчивается матч. Оценка 7,7. Кто-то подумает, что это не самая огромная оценка, но дело в том, что у меня 7,7 номер. Поэтому, так как я перфекционист, я специально играл идеально на этот номер. Нефс, пунда скорис абрасе аспельментов вин овер Ливерпуль. В общем-то, ребята, вот в таком вот ебанутом немножко стиле я решил преподнести карьеру за игрока. Опять же, мне было скучно записывать просто тупо на серьезных щах данный режим. Поэтому я решил немножко его разнообразить и сделать такую вот небольшую сюжетку в этом режиме. А на этом у меня заканчивается марафон видосов с Gamescom. Я хотел записать побольше видео, но там было ограниченное время. Каждый день по 3 часа, пока мы приходили, пока мы все настраивали. Это занимало кучу времени, поэтому получилось записать. Вот, получается, лишь 3-4 видоса. Да. Дальше выйдет вложек. Кто-то посмотрит, кто-то не посмотрит. Если посмотрите, я буду вам безумно благодарен. И еще, ребята, очень важный вопрос. Какой контент пилить до выхода FIFA 19 демо, как минимум? То есть, остается там около 12-13 дней. И я, честное слово, не знаю, что для вас пилить, чтобы вы смотрели, наслаждались, там, ставили лайки. И вот от чего вы прям вау, вот это вот я хочу видеть. Поэтому ваша цель под этим видеороликом настрочить как можно больше идей по поводу контента до выхода FIFA 19. Все, на этом я заканчиваю. С вами был я, Панда Ишуц. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok